Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале RedArmy Airsoft и это продолжение рубрики, в которой мы будем смотреть на различные страйкбольные привода и обвес. В этой серии мы будем смотреть на М-ку, сделанную по образу М4CQBR сапмод блок 2. Первый ролик этой рубрики про АК из серии вы приняли 50 на 50, ну то есть половина зрителей приняла его с восторгом, а половина резко негативна. Если вам не зашел этот формат, не мучайте ни себя, ни окружающих и прямо сейчас выключите это видео, тем более в нем будет реклама. Всем остальным приятного просмотра. Итак, как вы наверное знаете, я в основном играю с приводами М-серии и мой подход к тюнингу можно вкратце описать как максимальное удобство и эффективность. Но у товарища, чей АК мы снимали ранее, тоже есть М-ка и его подход к тюнингу несколько отличается от моего и скорее звучит как антураж как у военных, удобство и эффективность. И это тоже очень интересная позиция. Собирая эту М-ку, владелец ориентировался на вид карабинов, используемых USSF и Marsoc в период 2012-2014 годов. Вкратце проект можно описать как CQBR СОПМОД БЛОК-2 с парой нестандартных деталей. За основу проекта был взят привод М-4 CQBR от GNP. Наиболее узнаваемый элемент карабинов из второго СОПМОДА это цевьё от Daniel Defense. В данном случае это короткая модель МК-18 РАЗ-2 длиной 9,5 дюймов. Кстати, стоит упомянуть, что название карабина МК-18 МОД-1 это выдумка Airsoft производителей. В реальности же существует карабин МК-18 МОД-0 с комплектом веса СОПМОД БЛОК-1. А то, что страйкболисты называют МОД-1, это на самом деле МК-3 CQBR СОПМОД БЛОК-2. Как вы видите, от базового привода остались только ресивер, внешний ствол и труба приклада. Цевьё Daniel Defense было установлено от MadBull. Опережая вопрос, почему было сразу не купить готовый карабин от GNP с таким цевьём, ответ простой. Качество цевья от MadBull заметно выше, чем у GNP. Приклад был установлен типа LMT, крайн-сток песочного цвета. Как дополнительный элемент антуража, на приклад был наклеен стикер с кратким англо-афганским разговорником, что иногда практикуется бойцами контингента ИСАВ в Афганистане. На цевье и в основании трубы приклада были установлены антабки типа CQD от FMA. Пожалуй, самый распространённый вид антабок. Магазины используются механические типа Magpul PMAG. Прицельные приспособления, стандартные складные реплики Knights Armament. Мушка и 600-метровый диоптер. Более распространённым и правильным был бы, конечно, 300-метровик, но 600-ый тоже встречается. Пистолетная рукоятка оставлена штатная типа А2. Хозяин привода не стал её менять на какой-нибудь Hawk или ErgoGrip просто потому, что к ней привык. Ну и на боевых карабинах она встречается чаще, чем модные эргономичные. Наконец, у рукоятки надеты несколько резиновых колец, чтобы рука не соскальзывала вниз. С таким карабином, как базой для дальнейшей сборки, в принципе, можно двигаться в сторону любого подразделения и состава US-SACOM на период 2010-2014 годов. М4 CQBR были у всех. Цевья типа Daniel Defense тоже. Приклады типа Crane Stock встречались часто. А пока вы думаете, в какую сторону в плане обвеса двигаться, я пойду поиграю в страйкбол. Алло? Алло, это страйкбол? Шары разбухли. Межсезонье. Никто не сознаётся. Похоже, страйкбола не будет. Тогда пару каток в Калибр. Калибр. Бесплатная тактическая игра про спецназ от третьего лица, основанная на командных действиях и уникальных способностях бойцов. В ней реалистично воспроизведён внешний вид снаряжения, вооружения и спецсредств подразделений со всего мира. В каждой команде 4 оперативника со своими уникальными умениями и ролями. Снайпер, штурмовик, боец поддержки и медик. Можно играть с друзьями в режиме PvP 4 на 4 или в PvE режиме против искусственного интеллекта. В любом случае, в первую очередь решает тактика и командная работа. Игра прямо сейчас в свободном доступе и совершенно бесплатна. Переходи по ссылке в описании, качай игру, проходи обучение и получай 1800 кредитов уже на первом уровне. Что ж вы, студентики, себя не бережёте? Про что я говорил? Точно, с основой М-ки мы разобрались. Перейдём к дополнительному обвесу. Выбор прицелов на указанный период времени не особо богатый. Как правило, это EOTEC XPS или Elkan Spectre DR. Реже встречается EOTEC 553. Товарищ решил остановиться на первом варианте в виде реплики прицела от Markul. В том числе из-за практических соображений. Так как коллиматор больше подходит для CQB и полигонов городского типа с короткими дистанциями. Обязательный элемент такой сборки это реплика тактического блока LA5PEG. Правда, в этом случае это модель ANPEG 15, которая встречается сильно реже, чем LAPEG. Дотошные реконструкторы такой выбор, конечно, раскритикуют. Но в нашем случае PEG 15 тоже сойдёт. Блок может работать в режиме фонаря, видимого лазера и ИК лазера. Последнее будет полезно при работе с ПНВ. Так как фонарик в ANPEG слабый, дополнительно был установлен фонарь типа Surefire Scout M600. И это не только в страйкболе. Военные тоже ставят дополнительный фонарь. M600 в боевом применении не самый распространённый фонарь, но тоже встречается. Для удобства использования фонарь был установлен на выносной кронштейн, так, чтобы было можно нажимать кнопку включения большим пальцем, не меняя хвата на цевье. Поскольку вся электроника на приводе питается от батареек типа CR123A, была установлена передняя рукоятка типа Tango Down QD с отсеком для двух таких батареек. Помимо этого, она просто удобная в удержании и вместе с полимерными накладками на цевье помогает сформировать комфортный стабильный хват. Для подсветки трассерных шаров используется насадка от A-Stack, выполненная в виде глушителя CAS QD со встроенным внутренним модулем AT2000. Устанавливается глушитель на идущий в комплекте пламегаситель типа CAS NT4. Покраска привода была выполнена кустарным способом из баллончиков на коленке. Всё по образу и подобию настоящих военных. После покраски привод был дополнительно затёрт и состарен для более антуражного вида. Суммарная стоимость такой сборки составляет примерно 60 тысяч рублей. И насколько я знаю, это средний ценник на подобные карабины по теме US-Sacom на плюс-минус современку. На мой взгляд, сборка получилась удобной, функциональной и антуражной, хотя и без претензий на дотошенную реконструкцию. Если вам нравится эта тематика и вы думали, в какую сторону двигаться при тюнинге своей M4, вот вам вполне рабочий вариант, который не выглядит как игрушка. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. Если видео вам зашло, обязательно подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok